Лукашенко грубо ответил президенту Литвы, своим вирусом займись, у тебя там куча проблем, Дилфи, Литва. dilfi.lt, Литва. 3 апреля 2020 года. Александр Лукашенко уверен, что опыт Беларуси в борьбе с вирусными заболеваниями может для многих служить примером. Об этом он заявил сегодня в интервью НТР Камир, передает Белта. Он отметил, что и на него лично, и на Белоруссию в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. Начинают плющить, вот, они как-то не так, как все. Слушайте, если бы было так у всех, как в Белоруссии, по борьбе с этими вирусными заболеваниями и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, и есть просто пневмония, сезонная болезнь очень сильная. Наверное, тогда не было бы таких проблем. Я не хвастаюсь. Может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше и с вирусами, боремся, не только с коронавирусом. Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море, заявил белорусский лидер. В интервью он рассказал, что распространение в Белоруссии коронавируса изначально связано с завозными случаями, будь то в Минске или Витебске. В целом он призвал не допускать паники и спокойно действовать в сложившейся обстановке. Сам глава государства свой привычный график не менял. Не проверялся я на коронавирус, но слежу за своим состоянием здоровья. Не меняю стиль жизни. И на тренировках, и физических нагрузок добавил. Но сейчас понял, что не надо. Наверное, в этой ситуации, когда мы проходим пик вирусных заболеваний, физически грузить организм, сказал он. Лукашенко констатировал, что в Белоруссии на данный момент лишь единичные случаи смерти от пневмонии, где коронавирус дал осложнение на фоне других серьезных проблем со здоровьем. Любой вирус осложнит хронические заболевания, заметил он. Он также подчеркнул, что в Белоруссии ничего не прячут, ведь смерть человека в принципе невозможно спрятать. Более того, в целом по смертности в Белоруссии в текущем году динамика лучше в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет. В ближайшее время планируется обнародовать подробную статистику, полученную из органов ЗАГС. Начинает гвалтом кричать, что в Белоруссии что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует бороться очагово, точечно, отметил глава государства. То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город, не въехать, не выехать, и всех в домах заперли. Лукашенко уверен, что в Белоруссии нет той ситуации, чтобы принимать подобные меры. И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было, добавил глава государства. Президент Белоруссии еще раз подтвердил свой тезис о том, что массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом. Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город, если это понадобится, примечание Белта. Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей. Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили. Надо, чтобы проветренное помещение было. На свежем воздухе и прочее. Уверен глава государства. Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И при том гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом. Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют, заметил Александр Лукашенко. Лукашенко рассказал, что из всех находящихся на излечении от коронавируса в больницах лишь немногие находятся на искусственной вентиляции легких. У нас около 3000 аппаратов ИВЛ. Плюс наркозные можно использовать в крайнем случае, привел он данные. Президент Литвы Гитана Снауседа на этой неделе заявил, что нельзя доверять официальной информации Белоруссии о коронавирусе, ситуация там значительно хуже. Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой, заявил в среду журналистом глава государства у Министерства здравоохранения. Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются, сказал он. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.